Торжественная обстановка. С огромным удовольствием подписываю это соглашение. Подпись в договорах не просто формальность, а символ начала совместной работы. Директора трех крупнейших музеев-заповедников полуострова уже планируют новые проекты. Открывают первый секрет. В апреле севастопольцы и гости города смогут увидеть жемчужины музейных коллекций. Оружие, амулеты и украшения скифов юго-западного Крыма привезут в Херсонес-Таврический. Лучшие образцы из тех, что были найдены учеными за последние полвека. Например, представят предметы из дерева, которые чудом сохранились в Усть-Альминском некрополе в Бахчисарайском районе. В основном это сосуды, это мелкие всякие поделки, изделия, гребешки, шкатулочки и так далее. И представлена также роспись по дереву будет. То есть то, что в 99% не сохраняется, и мы только можем догадываться, как это выглядело. То есть вот эти вещи, это будет такая, ну, самая-самая часть выставки, которая, наверное, есть только в нескольких музеях России и мира. На другой выставке представят находки из Белогорского района, где ученые нашли новое скифское поселение площадью около 60 гектаров. Ранее исследований на его территории не проводили. Еще один договор о сотрудничестве Херсонес-Таврический заключил с фондом наследия тысячелетий. Это соглашение уже между учеными, которые будут вместе искать ответы на загадки истории. В течение 20 лет фонд накопил десятки уникальных материалов, связанных с историей скифов, сарматов, аланов, так называемого варварского населения. Особый интерес, говорят, вызывает краснолаковая посуда. Ученые предполагают, что народы крымских предгорий привозили ее из Херсонеса. Наша цель – это проследить связи экономические населения, которое жило в крымских предгориях, с Херсонесом, как античным городом. И, в общем-то, краснолаковая посуда дает для этого наиболее оптимальный материал, поскольку это импорт был. То есть это посуда, которая изготавливалась греками, привозилась в Херсонес, ею пользовались сами херсонеситы. И какая-то часть этой керамики шла на, как мы сейчас выразили современным языком, на экспорт вот этим самым варварам пенгурного Крыма. Проводить совместные работы ученые начнут уже на этой неделе. По итогам исследований планируют издать научные статьи, книги, научно-популярные каталоги и сформировать еще несколько выставок. Алена Давыдова, Сергей Буторин, Олесь Быков. Вести. Севастополь.